Так, смотрите, вот тут комментарий. Они там головы отрезали священникам каким-то, а этот в сказке рассказывает, что таких типов задерживают где-то в выдуманных странах. Вообще в любых нормальных странах, любой нормальной правовой системе силовики должны пытаться задержать преступника. С сайта Дагестанского отделения «Единой России» пропала страница главы Сергакалинского района Дагестана Магомеда Амарова. Вот это уже смешно. Как быстро поторопились, да? Типа... Короче, если кто не в курсе сегодня в Дагестане, не сразу в двух как минимум городах, Дербенте и... В Махачкале произошло нападение вооруженное. Вооруженные люди не... Пока личность только двух человек предварительно и то, может быть, эти данные потом будут как-то опровергнуты или как-то уточнены, не знаю. Но по предварительным данным, двое из нападавших, они, кстати, убиты. Это дети главы Сергакалинского района Дагестана Магомеда Амарова, Осман и Адиль Амаров. Остальные личности пока не установлены. Сколько всего человек нападавших, тоже пока непонятно. Но судя по тому, что сразу в двух городах произошло, плюс тут еще уточняется информация, что в каких-то там населенных пунктах, типа, например, Сергакала, слышна стрельба. До сих пор в Махачкале идет прям бой, он что-то штурмует какой-то дом. То есть, ну, из того потока информации, который мы получаем, создается впечатление, что нападающих, ну, как минимум, человек 10, наверное, да. Во всяком случае, больше, чем двое. И поэтому, остальным пока нет никаких данных, мы не знаем, кто они, их личности не установлены. Мы не знаем, какой организации или какой политической силе эти люди себя причисляют. Никто пока, насколько мне известно, ответственность за это на себя не взял. Российская сторона сразу же, естественно, объявила, что это какие-то там международные террористические организации. Но мы, понятно, что мы пока спешить с этим не должны, надо подождать. Эта информация в любом случае будет, я думаю, позже уточнена, кто-то на себя возьмет за это ответственность. Сейчас вполне возможно, что реально окажется, что за этим стоит там какая-нибудь организация наподобие ИГИЛа. А может быть и нет, а может быть это будет совершенно что-то другое. В общем, подождем, пока не будем поспешные выводы делать. Также официально российская сторона заявила, что шестеро представителей российских силовиков погибли, и 12 человек ранены. Но эта информация была где-то час-полтора назад. Может быть за это время там как-то изменились эти цифры. Теперь, из-за того, что буквально перед эфиром все это произошло, поэтому какие-то материалы для демонстрации, ничего я вам показывать, демонстрировать не буду, я просто не успел это все подготовить. Да и к тому же кадры там порой, ну в основном они бывают жестковатые, те кадры, которые хотелось бы продемонстрировать. И я думаю, что YouTube может заблокировать, если мы будем подобное показывать. Поэтому я буду это просто, если мне что-то нужно будет продемонстрировать, я буду это делать на телефоне. Но в основном буду это комментировать. И первое, что хочется прокомментировать, это, конечно же, профессионализм российских силовиков. Когда происходит что-то подобное, какая-то чрезвычайная ситуация, происшествие, российские силовики, спецназ, будь то МВД, ФСБ, кто бы они ни были, они обычно показывают высокий уровень профессионализма. Как, например, помните, во время Крокуса, какой был там высокий уровень профессионализма, когда нападавшие были уже давно где-то по дороге в Брянскую область, а российский, значит, спецназ проводил штурм, Росгвардия там, значит, проводила штурм Крокуса Си. И вот здесь тоже сразу обратил я внимание на профессионализм российских силовиков, когда как раз убитые вот эти вот два человека, опознанные как дети этого главы одного из районов Дагестана. Дело в том, что как минимум один из этих двух убитых, есть видео, как их убивают, и вот один из них, из этих двоих, он жив, то есть его ранили, он лежит, и с ним двое, два представителя российских силовых структур, они подходят, они даже ему что-то говорят, вот им отвечает, комментирующая все эти события, снимающая на видео женщина, говорит, что он умоляет о пощаде, что он умоляет оставить его в живых, но, честно говоря, я не расслышал там никаких молек о пощаде, ничего подобного. Что-то, понятно, что что-то он говорит, какой-то диалог там такой, если можно это, конечно, назвать диалогом, происходит, но что именно он говорит, просит ли он там о пощаде, либо он что-то там, наоборот, просит его добить, я не знаю, мы этого не слышим, только вот из слов этой комментатору можно сделать какие-то выводы, но не знаю, насколько этому можно доверять. Но самое интересное, прямо в упор, выстрелом в голову, они добивают этого раненого. Вот, казалось бы, да, здесь, это ведь чисто, знаете, здесь уровень профессионализма, ничего более. Мы сейчас не говорим про какие-то эмоции там, или, например, как многие пишут, типа, ну это же для них же лучше, если их там убьют. При чем здесь это, ребята? Здесь вообще как может силовик рассуждать, что будет лучше для того, кого он задерживает? Его, понимаете, служба, его учеба, учеба, он наверняка готовился, учился к тому, чтобы работать в силовых структурах. Там его обучают тому, что никакие эмоции, ничего работать не должно. Его самая первая задача, это взять преступника, в его понимании любого силовика, противостоящая сторона, это преступник. Он должен взять преступника живым, для того, чтобы его, чтобы этот преступник предстал перед справедливым судом, а в понимании этого силовика, его судебная система, это высшая справедливость. Так устроено, любое государство, любая система так устроена. Служащий в силовых структурах, это вершитель правопорядка, точнее, служитель правопорядка, судья, это вершитель правосудия, этот суд, именно этой системы, он самый справедливый в мире, они на этом должны быть зациклены, убеждены. И когда он видит раненого человека, вообще, по идее, он должен попытаться его ранить, не убить, попытаться его ранить, даже не ранить, взять его в живом, но если не может ранить его, или там применить спецсредства, электрошокеры, много всего в этом мире. Это я как пример говорю, понятно, что там это неприменимо. Когда против тебя вооруженный человек, понятно, что там электрошокер не применив. Я вообще как принцип об этом говорю. Так вот, там видно, что человек, значит, лежит обезвреженный, раненый. Все, один его держит на мушке, второй подходит, проверяет там, второй уже, видимо, мертв, он его обходит. Лежит там, то ли рожок от автомата, то ли что-то такое, он это откидывает ногой там. Что-то, значит, полностью, вроде бы, сначала вся эта процедура проходит таким образом, что ты ожидаешь, ага, сейчас они все там зачистят вокруг, потом один из них подойдет, перевернет этого раненого, наденет на него наручники, потом они вызовут скорую, приедет скорая, его заберет, потом его, значит, приведут в чувство, затем начнутся следственные действия, он еще до его давать показания, пристанет перед судом, будут выяснены какие-то подробности, кто эти люди, как они вообще, кто их подготовил, наверняка найдут там сразу же украинский след. Ну, в общем, ты ожидаешь, что сейчас будет что-то такое, а вместо этого второй чувак, державший его на мушке, просто в упор расстреливает его в голову, добивает, казнит, по сути, этого человека, и все. И никаких вопросов ни у кого не возникает. Почему, вот у него начальство, интересно, возникнет вопрос к нему, почему ты этого человека добил, почему ты не вызвал скорую, не наделал на него наручник, почему ты его не арестовал. Просто в любой нормальной стране, у любого нормального руководства правоохранительной системы возникнет такой вопрос. Сразу было бы начато расследование, почему ты убил, ты же видишь, что этот человек обезврежен, у него, он тебе ничем не угрожает, почему ты не задержал его, не арестовал. И именно такие моменты, они и вызывают вот всевозможные теории, конспирологические теории заговора, когда не берут людей живыми, сразу создается впечатление, что их не взяли живыми, для того, чтобы они не смогли давать показания. Потому что эти показания могут оказаться неудобными для властей. Отсюда и уже дальше эта история нарастает. В общем, за профессионализм ставлю пятерочку. Это очень круто. Ну и будем ждать развязки всего этого. Как я понял, бои до сих пор продолжаются. Я думаю, в течение нашего эфира будем мониторить различные телеграм-каналы, смотреть, что там. Может быть, вообще в целом эта история подойдет к концу. Местные каналы пишут, что в полицейской машине, которую обстреляли в Сергакале, везли отца убитых боевиков Магомеда Амарова. Ну это, в общем, это все пока неподтвержденная информация. Это просто что-то о чем. Вообще, сейчас много фейков. Одним из фейков была информация, что якобы в Махачкале 40 заложников там где-то в церкви и что типа Росгвардия готовится к их освобождению. Это была фейковая информация. Никаких заложников, ничего подобного там нет. Это, кстати, сами же российские СМИ опроверили. Пронетехнику нагнали в Дербент, в самой Махачкале, в общем, там уже и которого режим объявили. Короче, кипиш на самом деле очень серьезный происходит сейчас в Дагестане. И уже по результатам всего этого будет интересно, конечно, это все проанализировать. Пока рано делать какие-то выводы. Мухтият Дагестана сообщает, что число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло 9. 7 из них правоохранителей пострадали 25 человек. 7 правоохранителей значит двое по версии Мухтията Дагестана это, видимо, мирные люди, как они. хоть они это здесь и не уточнили. МВД Дагестана сообщает, что в Багачкале на данный момент ликвидированы четверо боевиков. Это значит официальная информация МВД Дагестана получается два это те дети того главы Дагестана двое плюс еще двоих они значит убили. Какое-то видео с телефона якобы нападавшего появилось. Тоже опубликовано на одном из каналов. Так, канал что там у дагестанцев телеграм-канал опубликовал видео и они это прокомментировали пишут в сопровождении к видео что это задержание главы Сергакалинского района Магомеда Амарова чьи сыновья были ранее ликвидированы в Магачкале и здесь спецназ штурмует по сути дом стрельба идет очень много силовиков камаз короче события на самом деле очень серьезные ладно телефон не буду далеко убирать будем мониторить дальше говорят в Чечне тоже стрельба была это правда не поступало ко мне такой информации насчет Чечни видел пост Рамзана Кадырова по этому поводу и сердце Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев тоже запостил что наши сердца наполнены скорбью в связи с трагическими событиями в Дагестане написал он так смотрите вот тут комментарий они там головы отрезали священникам каким-то а этот сказки рассказывает что таких типов задерживают где-то в выдуманных странах вообще в любых нормальных странах любой нормальной правовой системе силовики должны пытаться задержать преступника голову он там отрезал гениталии он там кому-то отрезал поджог он там кого-то неважно или он просто своровал что-то зашел в априори этот человек преступник и задача любого силовика полицейского спецназовца кто бы он не был это задержать чтобы этот человек предстал перед справедливым судом если силовик даже знаете бывает такое что допустим поставлено например ну допустим где-то взяты заложники огромное количество людей есть оперативный штаб этот штаб допустим планирует штурм и во время штурма например там ставится задача спасти заложников убить допустим террористов в этой ситуации понятно что пытаться там кого-то задержать они не будут но представьте себе такую ситуацию что они например даже пытаясь убить кого-то ранили и этот человек обезвлежен взять его живым это приоритет добивать его будет очень странно за то что человека добили преступника скорее всего будет проведена какая-то служебная проверка в отношении такого сотрудника будут приняты какие-то меры это в принципе в любой нормальной правовой системе так работают все и структуры в любой кроме российской вот смотри вот и приведи хоть один пример в какой стране и где в любых нормальных странах так делают и тут же сам опережая мой пример ты говоришь еще раз говорю в 90% случаев во всем мире террористов после теракта ликвидируют во всем мире такая практика то есть ты сам приводишь 90% чтобы когда я тебе приведу пример сказать ну это из тех 10% нет смысла на такую тему спорить я сейчас не говорю о том где что как делают я могу привести примеры сидящих в тюрьмах террористов которых задержали но ты все равно скажешь это другое найдешь там какую-нибудь зацепку у этого там маникюр был не такой и так далее нет смысла спорить то с чем ты не можешь поспорить это что приоритет это задержание преступника что в высших учебных заведениях любых учебных заведениях где готовят российских полицейских любых полицейских этого мира любых сотрудников правоохранительных органов их учат тому чтобы они задерживали нигде не учат убивать убить человека это только крайняя ситуация если ты убил его защищая себя или людей для того чтобы предотвратить например убийство третьих лиц и так далее только в такой ситуации это может быть оправдано более того когда правоохранитель если он убивает он обязательно должен это свое убийство объяснить должен последовать за этим рапорт то есть по-любому должна быть проведена проверка не может быть такого нормальной стране правовой чтобы был убит даже преступник и после этого просто без каких-либо проблем завалил какие проблемы такого нет быть не может в любом случае это нужно объяснять должна состояться проверка так тяжелое родение получил говорят начальник отдела полиции дагестанских огней они погиб он получил тяжелое ранение и погиб это сообщили в мвд по дагестану считайте начальник это начальник мвд получается начальник отдела полиции это серьезный начальник в этой иерархии аналог начальника отдела полиции по Мансуровскому району Грозного это наверное где-то полковник по званию скорее всего полковник или подполковник сайта дагестанского отделения единой россии пропала страница главы сельгокалинского района дагестана Магомеда вот это уже смешно как как быстро поторопились да типа если вы сайта его уберете все все забудут что он был членом вашей партии вы такие сразу от него очистились сейчас надо еще задним числом его уволить сказать что год назад вы его исключили из партии а главой этого сельгокалинского района он не был со вчерашнего дня если вы это просто я 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 Субтитры создавал DimaTorzok